Самый важный отрезок финала. Рафаэль Юнусов включается, понимая, что на карту поставлено абсолютно все. Ислам Алиев как может убирается. И это пока работа. 5 секунд до конца. Заканчиваются силы. Вместе с ними и вера. Победу Рафаэля Юнусова, а Ислам Алиев под аплодисменты публики празднует свою первую победу на чемпионатах страны по-взрослым. Наши искренние поздравления. Ислам Алиев, мастер спорта Краснодарских Алиев. Два с половиной года прошло с момента твоей победы на первенстве мира в Уфе. Мы тогда с тобой познакомились впервые. Я для себя отметил твою уверенность и твою грамотность не только на ковре. Вот с тех пор ты возбуждал, еще мощнее стал, вырос и стал впервые чемпионом России в весовой категории до 82 килограммов теперь уже. Что за это время изменилось в голове? Я поднял вес и никаким образом не мог почувствовать эту весовую категорию. Но что, сейчас полностью превысил, стал первым. И думаю, это только начало, и еще лапы. Потому что молодые должны наступать, уже молодые. Все уже в сборной России молодые пацаны. И мне кажется, мне тоже надо к ним подтягиваться. Ты сразу пересел, можно сказать, с Лады на Мерседес? Конечно. Об этом я ожидал, конечно, что был настолько уверен в себе, что, ничего, Аллах, с помощью живущего, эта победа должна была быть моей. Потому что уверенность сама за себя говорила. Был один человек, который очень сильно хотел увидеть эту твою победу? Мой первый тренер, мой тренер, который никогда нас объем не оставлял. Любые соревнования, какие у них хорошие не были, какие у них плохие не было. Любые соревнования присутствовал. Болел за нас. Умару Позеласа Идович. Легендарный человек, что же. Просвящаю ему, конечно, победу. Я думаю, сейчас, вот прямо, если бы он находился на трибундах, мы бы услышали «Великий воин». Там очень много криков было, потому что он жил этой борьбой. И у него было три ученика, три Алиевых, братья. И на нас у него была большая надежда. А можно сказать, что каждый раз сейчас, когда выходишь на ковер, не только в ответственных поединках, важных, ты в какой-то степени чувствуешь перед ним ответственность и, можно сказать, и для него борешься. Да, конечно. Это 100%. Младший брат выиграл в первенстве мира в прошлом году. И двоюродный брат выиграл третьим стал. Для него это была бы, не знаю, такая новость, что он обрадовался. Был же самый счастливый человек. А можешь вспомнить, я думаю, уверен даже, что было много интересных эпизодов с вашего взаимодействия. Вот самое интересное, может, самое дорогое событие, воспоминания. Это было на чемпионате России в 72 килограмма в 2021 году на Ростове. И тогда, тогда я был, можно сказать, 19-летним пацаном. И тогда многие говорили ему, ну, почему ты с ним едешь, он же маленький. Его там сломают, ну, такое. И в этот момент я стал третьим. Этим третьим для нас было, как золото. И видео, скорее всего, видел. И в этот момент он не сдержался, заплакал. Вот это, мне кажется, был самый сильный момент. Это потом часто монтировали в воспоминаниях о нем. Это был такой трогательный момент очень. Он не выдержал. Да, я думаю, что любого не выдержал бы. Почему в Олимпийский год ты все-таки выступил в другой весовой категории? Может быть, надо было рискнуть 7-7? Нет, весогонку никакой образа я не люблю. Мне кажется, лучше понять другую весовую категорию и посмотреть там, что получится. Я об этом думал, конечно, но вес у меня небольшой, 84 килограмма. И поэтому я думал, может, отберусь в этом году 82. Но постепенно буду перебираться в 8-7 и готовиться за Олимпийские игры. Может быть, ты в тренажерном зале зависнешь пару месяцев, а может быть, 87 попробуешь, да? Нет, это 100%. Нет, я имею в виду в этом цикле уже Олимпийском. Может быть, зацепиться? Может быть, все возможно. Или же все-таки можешь рискнуть ради Олимпиады и поработать над весом. Я 8-7, значит, 8-7. Мне кажется, гонять и держать этот вес не стоит. Мне кажется, потому что 7-7 не такой же легкий вес, чтобы сгонять и стать сразу лидером. Потому что там хорошие ребята. Мне кажется, набрать мышечную массу и 8-7 постараться. Рафик Гусейнов? Он завесил, по-моему, карьеру. Нет же, вроде он планировал на Олимпиаду поехать, нет? Да, не знаю. Может быть, не знаю. Ты боролся когда-нибудь? Нет, не боролся. Может быть, на ПВЛ устроить он в схватку? Было бы хорошо. Можно было. С таким опытным борцом можно было. А кого считаешь вообще самым сильным в этой весовой категории, вне зависимости от... Для меня Алан Киев очень хороший борец, 82 кг был лидером. Мне кажется, он очень опытный, очень хороший спортсмен для этого всего категории. Ну, 87 кг чемпионом мира стал Али Чингис из Турции. Он выступал на Лиге Подумного и, кстати говоря, так в пух и прах проиграл Кириллу Москевичу. Наверное, тоже следил за этой схваткой, да? Да, 87 кг однозначно такого лидера нет. Там может любой выйти в любой день и стать чемпионом. Потому что кто больше работает, тот и выиграет, мне кажется. Поэтому, если у вас повторим можно, все возможно. Над чем нужно тебе работать, кроме мышечной массы, для того, чтобы вот в этой категории 87 закрепиться и стать полноправным участником самых главных стартов и претендовать на победу? Мне кажется, физистика. Бор Максимович чуть-чуть не пожает. Терлинг Алхан Крила есть. Поэтому, мне кажется, просто физику добавить, может быть, и все, все получится. Какую психологическую работу перед этим чемпионатом проводил, что вот с пятого места поднялся сразу на высшую ступень пьедестала? Может, кто-то что-то сказал, нет? Я был голодный, я был настроен на первое место. Никакой толеки второе для меня не значило. Я готов был шаг только первым. Проводя аналогию с Формулы-1, когда white pole position, когда по результатам предварительных заездов кого-то ставят на первое место, а кто-то стартует с 20-й позиции. Вот ты стартовал с пятой, а в итоге приехал на первой. А как? Жесткий фанат Формулы-1. За какой команду? Макс Ильстаппин, конечно, Red Bull. Да ты что? Это человек для меня, он своим характером доказывает, что все возможно. Держаться таким лидером, это очень хороший спортсмен. Ну, как гласит один слоган, Red Bull окрыляет. Вот надо сказать, что команда Формулы-1 окрылила тебя на победу. Да, да, я смотрю, болею за них. И очень хороший. Он дополняет меня таким характером. Желаю тебе продолжать на каждом турнире двигаться с такой же скоростью, как твой фаворит в Формуле-1. Спасибо. А мнеdonk kill. Спасибо.